Николь Кидман – американская киноактриса и обладательница премии «Оскар». Лучшая актриса разных годов по всевозможным версиям жюри на различных международных фестивалях. Рыжеволосая красавица Николь Кидман – одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Она – обладательница собственной звезды на Аллее Славы. Вспоминая школьные годы, актриса признается, что была крайне застенчивым ребенком. У нее даже было легкое заикание, которое со временем прошло. Три года родители отвели девочку в балетную школу. Танец и театр стали первыми серьезными увлечениями и юной Николь. Окончив школу, она продолжила учебу в колледже искусств. Вскоре у матери Николь обнаружили рак груди. Это вынудило 17-летнюю девушку временно прервать обучение и устроиться на работу массажисткой, чтобы иметь возможность материально поддерживать семью, в то время, пока ее мама проходила курс лечения и реабилитацию. Помощь и поддержка дочери и передовое лечение помогли Джанель выздороветь и оправиться. А Николь впоследствии не раз участвовала в различных компаниях и общественных проектах, направленных на борьбу с раком. Кроме этого, она также оказывала помощь Фонду поддержки детей из неблагополучных семей и Фонду борьбы против домашнего насилия. Впервые на экране Николь появилась в клипе австралийской певицы Патриции Уилсон. А дебют юной актрисы в кинематографе состоялся в 1982 году, когда ей было всего 14 лет. Николь снялась в семейной картине «Рождество в лесу», которую до сих пор часто показывают в новогодние каникулы. После этого девушку начали активно приглашать в разные проекты австралийских режиссеров. Например, сериал «Пятимильный ручей» – фильм «Бандиты на велосипедах», где она сыграла главную женскую роль – рожеволосую девушку, которая вместе с друзьями срывает ограбление банком. Затем последовали фильм «Ночь танцующих теней» и мини-сериал «Вьетнам». Таким образом, к концу 80-х Николь Кидман стала известна и популярна в Австралии. Славу за пределами родного континента принес ей культовый сериал «Банкок Хилтон», право на трансляцию которого купили многие страны. А участие Николь было отмечено публикой и критиками. После этого актрису пригласили в Голливуд, где в 1989 году в составе австралийской группы она сыграла главную роль в триллере «Мертвый штиль», в фильме, успех которого открыл новую страницу в ее творческой биографии. Теперь Кидман начала активно сниматься в Голливуде. Ее первым полностью американским фильмом стала драма «Дни грома», в которой она снималась вместе со своим будущим супругом Томом Крузом. А в 1990 году Николь номинировали на премию «Золотой глобус» за женскую роль второго плана в фильме «Билли Батгейт». Об успехах молодой актрисы написала тогда престижная газета «Нью-Йорк Таймс», отмечая обаяние и чувство юмора Николь. Вскоре она снялась в картине «Бэтмен навсегда», а также сыграла в черной комедии «За что стоит умереть». Мастерские перевоплощения актрисы из роли в роль не могли оставаться незамеченными. Николь Кидман получила «Золотой глобус». Поворотной в творческой биографии Кидман стала роль в музыкальном фильме «Мулен Руш». Все песни актрисы и ее напарник по сцене Юэн Макгрегор исполняли самостоятельно. Критика с восторгом встретила фильм, и за участие в нем Николь получила долгожданный «Оскар». Знаковым для Николь Кидман и Тома Круза стало участие в последнем совместном фильме с широко закрытыми глазами. Съемки этой эротической картины длились больше года, хотя планировалось потратить на это всего несколько месяцев. Режиссер, известный перфекционист, многое переделывал и даже менял актеров уже после съемок. Круз и Кидман пришлось много времени сниматься обнаженными, а также выживаться в роли супругов, чувства которых друг другу охладели. Картина вышла в прокат через несколько месяцев после смерти режиссера. И поговаривают, что участие в этом фильме окончательно подорвало отношения пары в реальной жизни. И вскоре после выхода ленты они развелись. Совершенно противоположной по характеру была другая роль Кидман. Знаменитая роль, сыгранная в том же 2001 году в мистическом фильме ужасов «Другие», который собрал в прокате 210 миллионов долларов. За эту работу Николь получила премию «Сатурн» и номинацию на «Золотой глобус». Успешным для актрисы стал и следующий 2002 год, который принес еще одну знаковую работу – роль в драме «Часы», сыгранную в блистательном трио с Мэрил Стрип и Джулианой Мур. Картина была выдвинута на Оскар по девяти номинациям, но победила лишь в одной категории – за лучшую женскую роль в исполнении Николь Кидман. Череда запоминающихся ролей продолжилась и в 2003-м. Например, «Догвиль», который вызвал неоднозначную реакцию публики, как античеловечное кино и вызывающий образец экспериментальной режиссуры. После этой тяжелой и мрачной картины актриса снялась в двух высокобюджетных комедиях – «Степфордские жены» и «Колдунья». И хотя обе эти картины встретили прохладный прием у критиков, а «Колдунья» даже принесла Николь антипремию «Золотая малина», зрители позитивно оценили актрису в комедийном амплуа. В 2011-м копилка работ актрисы пополнилась лентой «Что скрывает ложь». Ее партнером стал Николас Кейдж. В 2012-м году снова главная роль. На этот раз в ленте «Прежде чем я усну». Сюжет ленты о женщине, которая после пробуждения не помнила никого и даже себя. В 2016-м Николь снялась в австралийской биографической драме «Лев», которая получила высокую оценку критиков и собрала в мировом прокате 140 миллионов долларов. Этот фильм принес актрисе номинацию на «Оскар» и «Золотой глобус» категории «Лучшая актриса второго плана», а также несколько других престижных наград. В 2017-м году Николь начала работу над телесериалом «Большая маленькая ложь». И первый сезон этого сериала прошел с огромным успехом. Параллельно с работой над сериалом она снялась в драматическом триллере «Роковое искушение». Николь не только успешная актриса, она еще и лицо некоторых престижных брендов. В середине нулевых Кидман получила выгодное предложение от бренда «Шанель номер 5» и снялась в рекламе известного производителя. Стоимость этого рекламного ролика побила все рекорды. Кидман заплатили за съемки 4 миллиона долларов. В 80-х годах у Николь были отношения с австралийским актером Маркусом Грэмом. А затем в декабре 1989 года на съемках фильма «Дни грома» она как раз познакомилась с Томом Крузом. Увидев этого невысокого красавца, 23-летняя старлетка смутилась. Она поняла, что ее не утвердят на роль из-за высокого роста. Но Круз был очарован этой рыжеволосой девушкой с первого взгляда и похлопотал перед режиссером. Так Николь вошла в актерский состав. Отношения развивались стремительно. Ради прекрасной австралийки Том Круз развелся со своей супругой Мими Роджерс. И 24 декабря 1990 года 28-летний Том и 23-летняя Николь поженились. В одном из интервью актер признался, что первое чувство, которое он испытал по отношению к Кидман, была страсть. А потом появилось безграничное доверие, без которого, по мнению Круза, невозможен крепкий и счастливый брак. Том и Николь мечтали о детях, но родить им так и не удалось. Сразу после свадьбы у Кидман случилась внематочная беременность, которая отразилась на ее здоровье. Сама Николь так и не смогла потом выносить и родить детей. Отсутствие детей активно обсуждалось в прессе. Многие тогда журналисты высказывали подозрения, что типа брак с Николь нужен Тому Крузу для отвода глаз, ведь на самом деле актер нетрадиционной ориентации. А в 1992 году пара усыновила девочку, а спустя три года в звездной семье появился еще один приемный ребенок – мальчик. Если вы застали 90-е, то наверняка помните, что пара Круз-Кидман была синонимом крепкого брака, доверия и истинного единения супружеских душ. Муж и жена в шутку признавались, что иногда не понимают, где заканчивается он и начинается она. Пара внешне казалась вполне счастливой. Но в феврале 2001 года Круз неожиданно решил развестись с женой и даже толком не объяснил ей причину своего решения. В документах он указал стандартную причину – неразрешимые противоречия. Позже у актрисы было несколько недолгих романов. В 2005 году Николь Кидман познакомилась с певцом Китом Урбаном. Спустя полтора года пара поженилась. В 2008 году супруги стали счастливыми родителями дочки. А в 2010 году семья пополнилась еще одной дочерью, рожденной суррогатной матерью. Но о семейной идиллии актриса делится в своем инстаграме. На 2021 год запланирована премьера сериала «Девять идеальных незнакомцев», где актриса сыграет главную роль. Съемки проводятся в Австралии, сюжет держится в строгом секрете. Также актриса подтвердила, что в разработке находится третий сезон сериала «Большая маленькая ложь». В этом году Николь исполнилась 54 года.